Такая черепашка. Ребята, всем привет! По этим прекрасным звукам вы можете догадаться, что я в машине не одна. С Кариной! Ведь это она их издает. Мы с Вилой, с Кариной, сейчас едем на дачу. И едем мы уже минут 30, наверное. Ну, может, даже 40. Может быть. Нам ехать еще час 20. Я ничего не ела. Я думала заехать в Макдональдс. Ну, что-то как-то я пропустила этот момент. Потом у меня перед глазами был Бургер Кинг, KFC. И я такая, типа... И в итоге проезжала. И сейчас мы посмотрели, следующее что-то с едой будет не совсем скоро. Нет, именно Макдональдс, KFC какой-нибудь, может, еще будет. Ну, смотри просто направо. Что-нибудь увидишь, заезжаешь. Либо через 40 минут потерпишь. Я завтракала. Ну, я, знаешь, я бы, если бы заехали в Бургер Кинг или в KFC, я бы, может, себе только картошку взяла. Чисто вот хоть, чтобы голод какой-то удалить. Удалить, понял? Да. Вот, мы с Кариной снимали ее влог. Болтали. Да, я сегодня тоже не могу. Режуся на мой поболтать. Вообще, я не знаю, это не будет какой-то полноценный влог с дачи, я думаю, у меня, потому что у меня куча дел на дачи. Отдохнуть, выпить, попарить. Слушай, ну, это как раз те дела, которые интересные на съем, я тебе так скажу. У меня сегодня грязная голова, но блестит она, потому что я попшикала лаком, типа так задуманно. Люблю вот этот лайфхак, когда грязная башка, просто делаешь высотный такой хвост и прыжишь лаком. Да, у меня мало ресниц еще. Ну, как бы, не все это замечают, у меня не замечают. Да, ну, я замечаю. Ну, ты сам себя, конечно, оцениваешь всегда так, знаете, ну, по-особенному. Там, я вообще не вижу, Юлю хуже, лучше, больше, там, 10 ресниц. Нет, меньше 10 ресниц. Какая разница, а вот она видит, поэтому в очках ездит. Ну, еще солнце, на самом деле, я жалею, что не везла, потому что я такая вот... Не, я прямо подумала, во-первых, очки взять не из-за солнца, из-за того, что реснички, я думаю, чтобы, типа, так круче выглядеть. Ну, и к тому же солнце, да, надо уже какие-то очки, может быть, положить в машину. Или, кстати, на себя вытаскать. Потому что, да, иногда солнце такое, что дичь. А у меня вообще глаза чувствительные, если вам интересно. И я иногда вообще могу вот так вот не видеть ничего. Что обсуждать, да, есть у меня одна тема, говори. Насущные темы интересные. У меня в Телеграме разразился скандал. Скандал! Да. Суть в том, что Слава написал пост на эту тему в своем Телеграм-канале. Ставил вот этот кусочек, где Валя Карнавал и Лёлина мутки, крутцы, отразбираются. Отразаются друг на друга. Да, и я к себе репостнула это все. Ну, в общем, там Слава просто был на стороне Долиной, и как бы все верно. Она профессионал, туды-сюды, я с ней согласен и так далее. Я, короче, к себе это все репостнула. И, понятное дело, там начали писать, типа, Юля, а твоя музыка что? А что? Тут вступает Надя, моя подружка, пишет там тоже большое сообщение под этими всеми разборками. Я его репостнула тоже на главную страницу в Телеграм. И что она там пишет? Вполне себе логичные вещи. Начнем с того, что я училась в музыкальной школе, пела в хоре. Сколько лет? Ну, три года. Ну, во сколько лет? Ну, первые три класса. Ну... И чё? Ну, поэтому не сказать, что ты на стороне Долиной. Я на стороне Долиной. Нет, не по мнению, типа, ну, у тебя все равно нет музыкального образования. Не оконченное среднее. Ну, короче. Ну, как можно. Вот вышла из ситуации. Но это еще не все. Помимо всего прочего, перед тем, как записывать все свои треки, я вообще живу с педагогом по вокалу. Поэтому я частенько, скажем так, занимаюсь вокалом, выходит так. Вот что хочу сказать. На меня набросились то, что, типа, я за Долину, а Долина говорит о том, что если ты непрофессиональный певец, то пой дома, типа, на кухне. И с этим я тоже не согласна. Потому что, понятное дело, каждый должен делать то, что хочется, и так далее, и тому подобное. Ты не согласна с Долиной, получается. Все равно. Ты что-то между. Вот я, например, между Карнавал и Долиной. Я когда смотрела музыкальти... Просто меня вымесил Карнавал, во-первых, своим лицом. Лицом. Надменным. Или какое оно там было, высокомерным. Какая бы Долина ни была... Ну, у Долины тоже ты видела лицо. Можно я уйду? Я видела ее лицо. Долина бы хотела как-то меня осадить. И я бы не начала с ней так разговаривать и пререкаться. Еще что-то, даже если она не права. Она старше меня на дофига лет. Она сделала очень многое, я считаю, для нашей страны. Вообще для культуры, в плане музыки. На этой музыке там многие выросли. И вообще жизнь свою, может, как-то меняли. И воспринимали как-то мир по-другому. Не то, что это что-то там прям такое. Просто я пытаюсь как-то правильно сформулировать свои мысли. Я видела вчера прикол в ТикТоке такой, гад. Ты не можешь сформулировать речь. Чего, блядь? Если как бы... Если бы... Ну, если как бы... Это как бы вы подумали, да? Ну, это как бы... Ну, не значит то, что... То, что все так думают. Ну... Я видела такой прикол, где чевиха такая говорит... Вот, мне говорят, что я не могу сформулировать речь. А вы сами, кстати... А что не так-то? А я в смысле имела в виду не это. Ну, типа, знаешь... И вот эта музыка включается, когда что-то объясняешь. Понял. Да, это, в общем, гад. И я вот сейчас тоже не могу правильно сформулировать, наверное, потому что не могу по какой-то причине. Я вчера долго думала об этом. Могу я попробовать свое? Вдруг мы одинаково мыслим. Короче, я считаю, что мы с тобой в целом, да? Наш с тобой возраст, он является серединой поколений, плюс-минус, да? Долиной и карнавал. То есть мы не настолько отвязные и, типа, легком... Ну, не легкомыслящие, а как это сказать? Типа, не настолько у нас все... Как у молодых наших ребят, как у карнавал, и не настолько мы стрикт, такие... I'm sorry, yes. Забильно, как по-русски. Не настолько мы суровые и... Топим за, типа, why, учись-то. Да, то есть мы что-то in the middle, yes. В серединке. И я считаю, что, конечно, преобладать и всегда на высшем уровне будут люди с вокалом, и их песни будут незабываемыми, самыми крутыми и классными. И вообще спору нет. И понятное дело, что певец — это профессия, но так много самоучек, так много просто талантливых людей, у которых, типа, с самого детства вот есть вот это вот, знаешь, типа, петь на голос приходят. Что, они пять лет отучились? Нет. Даже вот карнавал, окей, ты, кто-то еще, кто поет, кто не имеет образования, пусть поют. Я не считаю, что Долина права, что такие люди имеют право петь, имеют место... Блин. Имеют место, имеют право. Они не имеют право... Имеют право петь только на кухне для своих любимых, потому что сейчас мир, ну, он как бы многогранен, что ли. Если ты хочешь выкладывать, как ты поешь, то выкладывай. Если это находит отклик, то отлично. Но понятное дело, что Слава Мерлоу — это не, я не знаю, там, Ариана Гранде. И, ну, странные сравнения, но в плане те, у кого есть хорошие вокальные данные, вот, в принципе, Джонни, например, и Слава Мерлоу. У Славы Мерлоу детские песни, которые прикольно послушать и взрослым. Они очень сильно на слуху, их прикольно подпевать. А вот Джонни, у него вокал. Я не знаю, есть у него образование или нет, надо, кстати, уточнить. Возможно, он такой же, но у него офигенный голос. Не, ну, я думаю, что понятно, образование и талант. Просто есть люди, у которых нет таланта. Может быть, она это имела в виду? У кого нет таланта, ну, карнавал, разве нет таланта? Ну, я не знаю, тут сложно сказать, понимаешь? У нас куда ни плюнет, каждый там с талантом каким-то. Это круто, это замечательно, но я не знаю. По сути, меня просто, я согласна и с Валей, и с Долиной. Ну, вот так, я тоже посередине. Окей, я тоже согласна, я тоже посередине, но, извини меня, я всегда за человеческие, за то, как она там повела себя, что она сказала мне про карнавал. Просто я не помню дословно, но там было что-то в духе, типа, «Не, ну, ноты, это прикольно, конечно, но в целом фигня все это дело». Ну, это тоже, знаешь, да. Ну, типа, что такое? Из крайности в дальность. Это знаешь, как мне, ну, я не знаю, это просто невежливо, ну, даже если ты считаешь то, что все это лажа, просто «Ну, ноты, конечно, прикольно, но в целом…» Ну, лучше пополчать в этом. Ну, это просто скудоумие какое-то, я не знаю. Как минимум, такое говорить человеку, который на это, там, типа, жизнь положил, знаешь, ну, не то, что жизнь положил, но всю жизнь этим занимается и отдается этому делу. Карнавал перечислила, кого она любит слушать, всякие там «Ариана Гранде». А, я не смотрела полностью. А, ты не смотрела полностью? Нет, да мне что, делать нечего. Я кусок только смотрела. Ты так интересную делала. Ну, просто они много огрызались в течение всего видео. Грызались, да, там весь выпуск на «Напряженке». Нифига. А посмотри обязательно, это интересно. Она говорит, типа, кого ты слушаешь, скажи. Она говорит, «Ариана Гранде», «Леди Гага», там еще кто-то. Ариана Гранде. Ариана Гранде. Не, не, она сказала «Гранде». Понятно, просто смешно. И та, говорит, ну, в принципе, неплохой, как бы, этот пример ты приводишь. Ага. И вот странно, что «Карнавал» заявляет, что ноты, ну, прикольно, ну, там, но сама слушает таких людей, типа, у которых все подвязано на вокале, на обучение и так далее, на расспехах всяких. Поэтому она сама, мне кажется, просто, во-первых, ребенок, у которых разволновалась, в-третьих, ну, просто, блин, сказала, не подумав, на мой взгляд. В любом случае, хоть мне не нравится песни в Бали «Карнавал», я их не слушаю и в плейлист не добавляю, да, жизнь. Она имеет право петь. Просто, если она будет петь фигню настоящую, это слушать не будут. А мне чисто вот, конечно, я кайфую там от песен артистов, у которых невероятный голос больше вероятный, чем от обычной песни. Но я могу и послушать обычную песню, а не привередливая. И я могу послушать любую песню, да, если мне просто приятна мелодия. Поэтому они обе и правы, и неправы одновременно. Но обе из крайности в крайность. Одна чисто вообще пофиг говорит, другая говорит нет, только образование. Даже не то, что я не хочу быть там какой-то старой бабкой, поколение, не поколение, портится молодежь, еще что-то. Просто я почему в последнее время вообще не слушаю новую музыку? Ну, не могу уже, надоело. Что-то, конечно, слушаю, так, чисто для настроения. Я уверена. Будет такой период, когда ты снова вернешься к такой музыке. Сейчас ты слушаешь нашу старую музыку, а потом еще знать, что будет. Ну, наверное, не знаю. Просто я не хочу сказать, что вот раньше была такая музыка. Просто есть музыка для души, а есть музыка просто тупая, типа для настроения поржать, подрыгаться, как сумасшедшие, еще что-то. Ну да, типа это клевое. А что напали, по-моему, это. Да, вы меня все, да. Это, конечно, все прикольно, классно, но... Не, ну просто танцевальная музыка. Окей, нет, я понимаю, что у всего есть свое какое-то там... Да нет, вообще базару нет, согласна. Самое главное, что Долина попыталась сделать, вот с чем я согласна, это с тем, что образование, это важно. Типа, если ты хочешь идти на певца, ну пойди ты поучись, этого лишним не будет, потому что то, что они могут со своим голосом делать... Вот я не знаю, почему Валя вообще повторила за ней этот кусок, если она знает, что она, ну ноль в этом. Типа, мне кажется, если бы она просто отказалась повторять, у нее бы этот конфликт и не родился бы, потому что Долина не сделала бы вот так вот, и не сделала бы все свои гримасы. Тоже мне взрослая женщина сидит и настолько сильно унижает ребенка. Это вообще что такое? Человек сидит перед ней 19 лет, ну не смог он спеть. Ну зачем делать вот так вот, и потом вот так вот, и говорить, я могу идти, могу идти, два раза она сказала. Ну то есть они обе хороши, я считаю, обе конфликтные, обе не хотели как будто там находиться, но из-за этого выпуск получился самым интересным, на мой взгляд, за всю историю музыкалити. Ну знаешь, мне, я хоть и не смотрела полностью выпуск, думаю, там царила атмосфера как раз-таки борьба поколений. Ну да. Вот мы и доехали до дачи, у нас сегодня пассивный день, отдых. Как и завтрашний, наверное, будет. Ну у меня-то он активный будет. А, ты уезжаешь почти сразу. А я буду до вечера здесь тусить. Крутяк. Что-то мне плохо после Матчдональдса, объелась. Или просто это. Юля впервые съела так много. Она съела почти все, что у нее было, то есть 6 наггетсов. Ты знаешь, когда ты типа голодаешь, а потом забиваешь свой живот так? Знакома. Вот-вот. Ну я съела прям вообще немного для моего Матчдональдсного среднего. Мы так с тобой одинаково одели, так прикольно. В костюмах и в черных. У меня нет собаки на руке. И ботинки у тебя другие. Собака. Чобака. Боробака. У меня Вива как младенец. Которого вытащили в коляске на улице, чтобы он спал на открытом свежем воздухе. Мы, кстати, у Карины во влоге. Посмотрите, он, наверное, раньше выйдет, чем этот мой влог. Скорее всего. Мы там обсуждали тачки, всякие классные движухи. Прикольные темы обсуждали. Мечты назвали. Да, назвали тачки мечты, какие-то истории из детства рассказали. Прикольно, прям хорошо поболтали. Чё здесь будем болтать? Не знаю. Мы там с тобой тоже как-то спонтанно начали. Нам нужно спонтанно. Спонтанно. Из разговора должно вытечь. Надо, чтобы мама тебе предложила. Это будет такой челлендж. О, знаю, о чём можно обсуждать. Куда, какие планы на лед? Куда хочешь отдохнуть? О, не знаю. По-любому же поедешь куда-то. Надеюсь. Давно нигде не было. Да. Пока вообще не могу сказать. Я не совсем понимаю, что происходит в мире, если честно. И куда бы мне хотелось, как минимум для начала надо разобраться с заграном моим. Но это ты сделаешь, у тебя, допустим, через месяца-полтора будет. Да. А у тебя получается... Ну, я в Грузию хочу поехать. Это понятно. Что сейчас открыто? Мальдивы, Дубай, возможно, Турция. Но, возможно, её реально закрыли. В Дубай прикольно, но туда надо сейчас ехать. Почему? А, ну да, летом жарко. Или тогда осенью. А вам не надоедает ездить всю жизнь куда-то, каждые выходные, тусить? Не скучно здесь? Я бы здесь жиловая. А в Москве движуха? А на кой она мне эта движуха? Не, вон компьютер есть, телефон есть. Если чё надо, через телефон, через компьютер. Чё мне эта движуха-то? Я там задыхаюсь, как-то. У нас вот в квартире. У-у-у-у-у-у-у-у-у. А в нашем возрасте уже на дачу тянет. У-у-у-у-у-у-у-у-у. Я же в вашем возрасте тоже, какая мне дача? Попробуй задам неё туда на эту дачу. Мне кажется, всё равно... Нет, ты всё равно раньше на даче начала мотаться больше. У тебя дети появились уже в нашем возрасте. Ой, вот, смотри, я как подумаю о том, что... У меня дача началась после 25-26 лет. Но это ещё, я считаю, ровно и рановато. Обычно людей к 35 годам тянет уже, к 40 годам тянет. Вот хочется уже что-то такое. Я с людьми на дачах провела. Я нет. Я очень люблю дачу. Во-первых, тут воздух. Разве можно его с мужской стороны? Ну да. Я думаю, что у вас там мероприятия какие-то... Да, суть даже не в мероприятиях. На даче прикольно, но... Я вспоминаю, как мы жили на даче в карантин. И все мои развлечения были это помыть качалку на улице, помыть окна, засосать паутину в доме, отмыть весь дом, приготовить, пожрать. Причём каждый день, каждый день. Я там... Сколько? Мы два месяца жили на даче? Я каждый божий день готовила. Ну, полтора. Мы долго там жили, слушай, вообще. Поэтому после того, как мы приехали с дачи обратно жить в Москву, я месяц вообще не готовила. Я это всё ненавижу. Мне так хотелось просто в один какой-то вечер заказать пиццу или просто что-то заказать. Какая-то постоянная стоимость. Ну, есть такое. Приезжаешь с дачи в Москву, хочется сразу что-то заказать. Да, потому что всё равно бесконечно. Вот я сейчас думаю, если бы мы начали на карантине снимать реакции... Мне кажется, Биби уже миллиард миллиард. Биби реально, потому что... А что ещё там делать? Сиди, смотри, кушай здесь. Ну да. Там всё впереди, кто знает, может, третья волна нас всех запрёт, но не дай бог. Надеюсь, нет. Не, мне было прикольно, то, что я убиралась на даче. Новые, неизведанные углы. Пыльные. В Москве-то я уже всё... Всё уже отмыла. Не, прикольно. Ну, а что? У нас там какие ещё движухи были? Да, мусорки прогуляться. Летом не поедете на недельку туда хотя бы? Я думаю, мы попозже скоро уже прям поедем туда. Перед приездом дедушки надо там всё подготовить. Ну и просто... Ты чего, заморозила? Для моего тебя отнести? Нет, я хочу туда, блин. Всё, домой пойдёшь? Да, да, пойдём. Пойдём домой, пойдём. Сейчас я эту маленькую. Как ты её поняла? Ну как её понять? Посмотрите, трясётся. Ой. Чего не трясёшься? Ты её не понял. Мой пирожочек. Ребята, всем привет. Начну с того, что я вас плохо вижу, потому что сегодня днём я ходила на новое наращивание ресниц. Мы сделали у меня вот здесь на одном глазике. Вот тут у меня в конце очень много... Ну, не очень много, но, короче, выпали свои ресницы. Или я их сама выдрала, я уже, честно говоря, не знаю. И мы сюда прямо побольше поставили. В этот раз мы сделали эффект лиса. То есть обычно мы делаем, типа, кукла лиса, плавная лиса. Ну, что-то в этом духе. А сегодня мы сделали лису, потому что я хотела попробовать не то, что другой эффект, я вообще хотела попробовать другой сгиб. Но мы с моей Оксаной, с моим мастером решили пока не экспериментировать, потому что как-то раз она мне сделала лису, потому что я говорю, ой, мне надо, чтобы вытянула глаз. Она мне сделала лису, и мне что-то было мало, ну, типа, глаз не открывался, ну, не раскрывался. Мне хотелось больше раскрытия глаза, вытянуть. А сегодня я ей сказала, максимально вытягиваем, чтобы был дерзкий взгляд, и слегка приоткрываем. Ну, то есть, кто там сигналит? Мне хочется, чтобы у меня глаза были более вытянутые, потому что у меня немножко такие овальные глазки, форма глаз. В общем, столько всего произошло, ребята. Я вам сейчас все буду рассказывать по порядку. Извините, что этот влог такой разговорный получается. То мы на дачу в машине едем с Кариной, то там сидим на качалке о чем-то болтаем. Опять я куда-то еду. Но у меня вообще просто шок. Жизнь, такие новости, такие моменты прекрасные происходят, что я просто, извините, я даже до компьютера не могу дойти. У меня на монтаж уже два видео. Висит, ждет, когда я сяду за монтаж, плюс влог, который я снимаю. Все потому, что я уверена, что все уже об этом знают. Это о том, что вчера прилетел мой дедушка из Грузии, и я выставила пост очень трогательно. Я вчера плакала, и еще вечером плакала уже, когда домой мы приехали. И потом я долго уснуть не могла, потому что у меня вчера начались эти дни. У меня болел живот, и я сидела, писала пост, плакала, и проснулась сегодня просто ужасно. Я выглядела опухшие глаза. Ну, я не так уж прям, знаете, чтобы, ну, просто слезки текли. Ну, это, не знаю, просто... Сейчас опять заплачу, тупость такая. Я никогда не плакала на видео. Так, не плакать. Это не то, что, типа, я черствая, я не даю себе слабины, там, поплакать. Нет, просто если я сейчас начну плакать, то у меня вообще глаза просто сгорят, потому что у меня сегодня были ресницы, и у меня и так сейчас плохо видят глаза, из-за того, что у меня вообще аллергия. В общем, у меня пипец. Целый букет что-то разных эмоций, моментов. Сейчас я вам все буду подробно рассказывать. Прическа у меня просто огнище. Тетя Инна на даче заплела мне косички. Я вчера с ними весь день была, спала сегодня, ходила с ними вот до момента, как ехать. А куда я еду, расскажу чуть позже. Ну, короче, прилетел мой дедушка, и я догадывалась о том, что приедет мой дедушка, но не знала на 100%. И как вообще все было? Неделю назад, когда мы с Кариной снимали реакцию на наше старое видео, этой реакции еще не вышло. Я даже не знаю, наверное, сначала выпущу этот влог, потому что очень хочется этими моментами поделиться. и мне звонит папа в момент, когда мы снимали реакцию. И он говорит то, что в воскресенье я жду вас со Славой у себя, в гости приезжайте, обязательно вы должны быть. Папа звонит. Алло. Привет. Нормально, ты как? Кстати, этот должничок-то прислал сегодня 40 тысяч. Я тебе хотел сказать, что ты в воскресенье ко мне ездишь. Почему? Костя. Ну, я там у тебя шашлычки, мы шашлычки туда-сюда. А что там будет? Кто там будет? Это будет шашлычки. Дедушка приедет? Дедушка приедет. Ну, не знаю. Это меня заинтриговал. Что-то очень важное, никаких там отказов. А он переживал, что я там могу сказать, ой, у меня там будут съемки или еще какие-то дела. А он очень переживал, потому что он-то знал, что дедушка прилетит. Короче, мой дедушка это отец моего папы. И он мне такой говорит, какой-то сюрприз, обязательно приезжайте. Я вас очень жду, никакие отказы, ничего не принимается. Да мы, в принципе, особо и не отказываемся. Когда в гости папа зовет, мы приезжаем, мы достаточно часто видимся. И я его сразу же с первой секунды такая, дедушка приехал. У меня просто, ну, не знаю, да не у вас. А, нет, я один раз плакала на верное видео. И то даже не на своем канале. Так, за рулем плакать совсем плохая идея. Надо окошко приоткрыть. Ужас. Короче. Просто дедушка, это у меня такие, знаете, это я сразу маленькая внучка. Мы с ним, конечно, бывает, часто болтаем на какие-то серьезные темы, важные, рабочие и так далее какие-то. То есть, ну, он понимает, что я взрослая, уже практически женщина, можно сказать. Прям уж, ну, как девушка, да. Он понимает, что я выросла, взрослая, но мое отношение к дедушке всегда будет, ну, то есть, рядом с ним я всегда буду маленькой внучкой. Короче, так. Вот, и понятное дело, что когда я так, ну, я папе прям с такой же интонацией сказала, дедушка приехал. Ну, вот прям как ребенок, подросток, не знаю. Вот, и я папе говорю, что дедушка приехал? Он говорит, типа, да нет, и че, какой дедушка? Типа, че ты, он же только в мае приедет. Суть в том, что мой дедушка живет в Грузии, ну, я коротко расскажу, если вдруг кто-то новенький не в курсе, но, мне кажется, уже все знают, но если будут вопросы, у меня дедушка, не знаю, лет 6 назад, 5 назад, переехал жить в Грузию. Он там живет все холодное время, пока в Москве холодно. То есть он приезжает в Москву где-то в мае обычно. У него в мае как раз день рождения, и он приезжает где-то числа, типа, 15-го, 30-го мая у него день рождения, и до сентября где-то он в Москве. Почему так? Потому что в Москве у нас бывает очень плохая погода, прохладно, и, ну, понятно, в Грузии теплее, и просто даже для здоровья дедушкиного ему, конечно, намного лучше жить в Грузии, где тепло, потому что в Москве он часто простужается, еще что-то, ну, как бы, я думаю, вы понимаете. Каждый год всегда дедушка приезжает, а перед тем, как он к нам прилетает в Москву, либо мы все к нему летим, где-то недели две там тусуемся с дедушкой, и потом все вместе прилетаем, или бывает наоборот, как он прилетает, а потом мы все вместе улетаем в Грузию, и потом уже мы улетаем обратно в Москву. Ну, то есть обычно у нас всегда так, и сейчас я, кстати, у меня наконец-то получилось разобраться с загранпаспортом, помогла Каринина мама, потому что, оказывается, там был какой-то нюанс, который я не учла, и нигде об этом даже не было написано в госуслугах, то есть у меня это просто взрывание мозга было, у меня просто закончился загран, и... Через триста метров на светофоре поверните направо. Ох, кошмар, что так долго выходило? И в наших с папой планах было полететь в Грузию к дедушке, числа 10 мая прилететь и, типа, там, 20 вернуться вместе обратно в Москву, и... ну, мне в любом случае надо сделать загранпаспорт, я не могу жить без загранпаспорта, сами представляете, в любой момент объявится какой-то проект, блок-тур и... или просто желание куда-то полететь, и, ну, это будет жесть, если у меня не будет паспорта на руках, я очень расстроюсь от того, что, там, вот я такая ленивая жопа, не сделала себе паспорт, теперь, там, могу профукать какую-то классную поездку. Прямо 2 километра. Ну и вот. И я знала, что дедушка должен в мае прилететь, но почему-то я чувствовала, что он должен прилететь. Ну, короче, не знаю. Папа сказал мне, что, типа, это связано с нашей фамилией, и я его просто говорю, ну, расскажи, ну, хотя бы намекни, ну, а что, что? Ну, это связано с нашей фамилией. И тут у меня, ну, господи, ну, дедушка прилетел, ну, реально. Потом я говорю, типа, а что, Юля беременна? Юля это папина жена. И я так подумала, но с другой стороны, я подумала, да нет, ну, вряд ли, потому что мы не так давно виделись, и, ну, она точно не выглядела как беременная. И я подумала, как-то слишком скоро такие новости сообщать. Ну, короче, у меня были сомнения по поводу беременности. Короче, у меня по поводу беременности было больше сомнений, чем по поводу того, что дедушка приехал или приедет. Отлично. Сейчас бы слюной подариться. Короче, это ужасно. У меня глаза выглядят реально, как будто я только что плакала. Ой, какой смартфон. Потом мне папа как-то звонит, или я ему. Он говорит, ну, что, ты в воскресенье приедешь? Точно все, все лежи, да? Я говорю, ну, да. Правда, я на дачу собиралась поехать. Мы как бы с Кариной уже договорились и все такое. Ну, ладно, типа, я тогда поеду в субботу, в воскресенье утром вернусь в Москву и приеду к тебе. Вот. А он еще сказал, прям, можешь пораньше приезжать. Типа, часиков четыре можешь приезжать. Я такая думаю... Обычно мы когда к папе в гости приезжаем, мы типа в семь-восемь приезжаем. Он там что-то жарит, шашлыки, туда-сюда. И, ну, как бы... Думаю, ну, ладно. Может быть, на чай зовется. Ну, не знаю, короче. В общем, в итоге мы приехали где-то в 5.30, потому что я стояла в жутких пробках с дачи. Ну, короче, приехали как приехали. Но все эти дни, не все, а где-то дня три или четыре дня, я не созванивалась с дедушкой, потому что я то поздно закончу, то еще что-то, то я на дачу уехала. И мне хочется, если я ему звоню, типа не на минутку, а вот прям, чтобы мы нормально, классно поболтали, туда-сюда. Я ему не звонила, думаю, еще потому что я догадывалась, что, возможно, он прилетит. Или прилетел уже. И я как будто бы думала, блин. Ну, короче, не знаю, я чувствовала. Ну, не знаю. Ну, а что еще? Ну, что еще может быть для меня сюрприз? Это так, на самом деле, странно осознавать. Не то, что странно это осознавать, а то, что я прекрасно понимаю людей, которые так подумали. Я выставляла сториз о том, что через 15 минут там, типа, сбудется моя мечта давняя, мое желание исполнится, туда-сюда. И, понятное дело, я все это захотела завуалированно написать, чтобы тоже и для моих подписчиков был сюрприз. и просто, ну, не хотела все карты сразу раскрывать. И я написала, что, ну, сняла себя, как я еду в такси сзади. И многие решили, что я еду за новеньким автомобилем в салон. Кто-то решил, что я купила дом и, типа, сейчас какие-то документы получу. Ну, в общем, самое тупое предположение было, что мне вернули деньги, мне до сих пор их возвращают. Ну, нет, это все вообще такая фигня. Я просто так могу сказать. Покупка машины, покупка квартиры, дома, неважно. Это просто кайф. Это круто. Это можно отметить, не знаю, порадоваться. Но, ну, типа, испытать такие эмоции, как встретиться с дедушкой, которого ты не видел два года, еще в этот период, ну, когда вот все так в стране, ну, реально, это просто спасибо Господи за то, что мы встретились, за то, что все хорошо. И я знаю, что многие плакали над моим постом. Я тоже плакала. Ну, конечно, блин, ну, как не плакать? Это очень трогательно, мило. Вот. И в итоге рассказываю, что было дальше. Я еду с дачи в пробке. Звоню папе, говорю то, что вот я еду, где-то через 40 минут заеду домой к себе, оставлю в Вивену, переоденусь, ну, с дачи там во что-то другое. И, ну, и поедем к вам. Я говорю, да, хорошо, окей. Потом, а, я папе опять говорю, ну, ты же точно что-то расскажешь? Какой-то сюрприз же будет, да? Он такой, да, 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 да. Я говорю, ну, дедушка, да, приехал. Он такой, да какой дедушка? Да ты меня достала с этим дедушкой. Он в мае приедет. Че ты? Я думаю, блин, ну, ладно. И я подумала о том, что, ну, понятно, он же не может. Он хотел сделать сюрприз, папа и дедушка, конечно же. Они хотели сделать сюрприз для меня тоже. Поэтому я об этом не знала. А папа знал об этом аж, не знаю, недели две, наверное. Я не представляю, как ему тяжело. Ему очень тяжело, я думаю, было хранить все это в секрете. И папа знает тоже, как я дедушку жду. И все вот эти моменты переживательные и так далее. Ну и в общем. И я думаю, позвоню дедушке. А то сегодня от папы опять поздно домой приеду. Ну, я надеялась на то, что дедушка... Ну, как будто бы думала, что это будет слишком круто. Ну, типа... Слишком крутой сюрприз. Ну, слишком реально. Я подумала, что, наверное, вряд ли. Не может быть настолько круто, знаете. Я звоню дедушке. Это вообще дикий угар. Я звоню дедушке, он снимает себя снизу. Мы по видеосвязи всегда общаемся. Он снимает себя снизу. И я не понимаю, где он находится. Я думаю, в гостях, в Грузии. Может, что-то там. А там какой-то навес такой. Ну, у папы такой. Но я его там... Ну, не смотрю же на него каждый день, чтобы... А, это что такое? Это что, папин навес? Типа, таких мыслей мне не было. И я ему говорю, что вот в пробке с дачи еду. Еще что-то. Туда-сюда. Что нового, как дела? И, короче... А еще солнце светит. Я в очках плохо вижу из-за света яркого. У дедушки там на видео тоже солнце светит ярко. Поверните направо. И какой-то... Держитесь левее. И какой-то ребенок залезает в камеру, такой, в кадр. И такой говорит, ты кто? Я думаю, блин. Ну, может быть, это сын родственников. Ну, я знаю, что у нас в Грузии там у родственников есть дети. Я подумала, что это его сын. Хоть потом я как бы дедушке рассказываю. Он говорит, что он типа по-русски говорит. Ну, Мали, ты кто? Уж выучить-то можно. Ну, в Грузии много кто по-русски говорит. И ребенок это такой говорит, ты кто? Я такая, а ты кто? И он такой говорит, дедушка такой говорит, это Миша. И тут меня просто... Потому что Миша это... А затем через третий сжи... Короче, Миша это на данный момент, получается, мой самый младший брат. Родной по папе. Вот. И да, вот такой вот приколдесс в высшего уровня. И я такая... И я понимаю, что дедушка сейчас у папы дома. И нас просто... Мне до него 20, там, 30 минут от своего дома. То есть нас разделяют вообще какие-то там считанные километры, скажем так, от встречи с дедушкой. И это очень странно. И, короче, потом влезает кадр папа. Я начинаю смеяться, орать на него, типа... Ты знал! Я угадала! И начинается вот такое. Ну, то есть, представляете, какие эмоции. И я начинаю папе говорить, вот ты жук! То, что папа внушал мне все эти дни, что... Нет, да какой дедушка! Да Юль, да хватит! Он прям так серьезный. Я говорила, типа, да перестань ты. Я же не сказала, что нет. Я такой, ну ладно, типа, ну нет так нет. Просто так интересно, так волнительно. Ну и вот, и, короче, мы с дедушкой поговорили немного по видеосвязи. Как раз я ехала домой. И потом я ему сказала, все, пока, дедуль, все! И я просто... Я сразу звоню Карине, потому что у меня все, все мои в курсе, что папа ждет меня у себя в гостях. Какой-то сюрприз. Я уже со всеми обсудила, что же он мне скажет, а что же будет, а что, а вдруг, что... Ну как, не со всеми, а только с близкими имеется в виду. И Карине тоже говорила, и мы с Кариной подумали тоже, может, реально пополнение. Ну, фикла знает. И я звоню Карине, и я говорю ей то, что я разгадала папин сюрприз. Она такая, что? Впереди камеру, она смехала. И я ей говорю, что дедушка приехал. И это было просто офигенно. Карина тоже очень радовалась за меня. И она просто, Карина была свидетелем, когда первый раз мне папа позвонил и сказал, что ждет меня со Славой в гости, будет какой-то сюрприз. И я ему сразу сказала, дедушка! И Карина это все слышала, она была свидетелем. Вот, и я угадала. Короче, пипец. Потом я позвонила Славе. Я решила ему сказать, потому что мало ли что, пусть он тоже готовится к встрече с дедушкой. Дедушка мой очень тоже к Славе хорошо относится. У нас вообще у всех хорошие отношения. Слава богу! И я просто приезжаю домой, я залетаю в квартиру, срываю с себя штаны и кофты, потому что я с дачи. Я просто в трусах ношусь по дому. Вызывает такси! Дедушка приехал. В общем, я была просто сумасшедшая какая-то. Ну, а потом мы встретились с дедушкой. Я сейчас убежу дедушку. Миша, вы, конечно, хорошие. Миша, вы, милая сауська моя. Ты что? Пришлипается. Я не помню. Что вы делаете? Теперь супер. Здрасте. Не было бы ни дома. Ты построил. Это самое главное. Дело не в этом. Построил, построил. Но ты для нас, в нашей семье, как волшебник в голубом вертолете. Еще деревья посадил. Стоит о чем-то замечтать, и тут появляется дедушка и выполняет желание. За тебя долгих лет жизни, чтобы ты, вот, видишь, внучка, как рада тебя видеть. Как внук младший рад тебя видеть. Так она первая. Чтобы ты еще прожил сто лет и радовал своим присутствием нас. Спасибо. Да, за тебя, дедуль. Спасибо. Дядя Джамал, будьте здоровы. Ты самый лучший. Спасибо, ребята. Миш, вот он. Знаешь, что сказал товарищ Сталин? Да. Русские, говорят, мало говорят, много пьют. Грузины, говорят, много говорят, много пьют. Ребята, вы тут за нас, за всех. Спасибо за то, что выпили, за меня. Взаимно желаю вам всего-всего хорошего. Чтобы вас на ту славу удачу всегда. Спасибо, дедуль. Спасибо. Спасибо, дедушка. Он был, конечно, очень уставший, потому что он летел через Стамбул. Я не знаю, сколько часов он там в полете находился. Шесть часов с пересадкой. Для моего дедушки это был очень долгий и тяжелый путь. Я просто счастлива, что он здесь, рядом, и теперь намного спокойнее мне живется. Сейчас он у папы живет, потому что ему нужно сдать тест на коронавирус. Так как он только прилетел из-за границы, он обязан это сделать. Заполнить там документы, госуслуги, вот это вот все. Поэтому сейчас они этими делами занимаются. И потом дедушка уже поедет на дачу. Ну, вы знаете, какую дачу. И я тоже туда обязательно поеду на следующей неделе, потому что вся эта неделя у меня сумасшедшая работа. На вся эта неделя у меня полностью забито работами, съемками. И сейчас знаете, куда я еду? Данзякудура! Сейчас я еду на встречу со своим новым менеджером, с юристом, в свое старое агентство. Так что вы можете меня поздравить. Я... Через 300 метров. Я поменяла работу! Это очень тяжело было в том плане, что это волнительно, менять работу. У меня все хорошо с работой, поэтому всегда страшно. Но я просто думаю о том, что в жизни нужно что-то менять, нельзя стоять на месте. В общем, я уже подъезжаю, поэтому попозже расскажу вам все остальные подробности. Но у меня отличное настроение, я счастлива. В общем, ребята, я уже дома. Я уже смонтировала этот влог до этой минуты. И я очень рада. Я когда села за монтаж, и слушала, что я рассказываю, да, монтировала, все обрезала и так далее. И тут меня осенило, что... Ведь у меня реально записан разговор с папой. Когда он мне позвонил, позвал первый раз, и так прикольно. То, что так это случилось, что у меня даже это записалось. Потому что он позвонил в тот момент, когда мы с Кариной снимали видео. И я так рада, что я это вставить смогла. Ну, просто для истории какой-то, для воспоминаний тоже прикольно, что я, ну, даже смогла подкрепить свои слова доказательствами того, что как бы так и было. Ну, это как бы не обязательно было, конечно, ну, просто прикольно. Мне самой прикольно. От того, что это не просто, там, у меня в итоге было записано где-то 2 минуты. И мы потом выключили эту запись, потому что мы только включили начинать снимать с Кариной и продолжать. Потому что там, ну, надо периодически стопиться. И мы только включили, и звонит папа. И в итоге мы не стали продолжать с этой записи. Я выключила, включила новую. Ему уже там похлопали, ну, чтобы звук потом соединять. И продолжили снимать. Просто так прикольно, что я это там не удалила, ничего такого. Просто у меня осталось на флешке. Я это сейчас нашла. Я такая, типа, сейчас вам дорасскажу всякие новости из моей жизни. Заказали пиццу. Я уже не знаю, не помню, что рассказывала. Сегодня, хотя только что это монтировала. Кушала пиццу. У меня не было сил сегодня что-либо готовить, что-либо делать. Потому что я вам говорила, что вчера у меня начались дела. У меня жуткая аллергия. Завтра я пойду в аптеку, потому что у меня чешется нёба. У меня чешутся глаза, слезятся глаза. У меня чешутся в носу, у меня сопли. Я чихаюсь за этого. У меня опять глаза, опять нёба. Ну, короче, это просто круг сумасшедший. Убийственный, аллергический. Глаза мои всё нормально. Я просто вам говорила вначале, что я плохо вижу. Уже хорошо. То есть я как пришла домой, уже как раз обычно к вечеру отпускают. И я очень рада, что я вижу что-то там вдалеке. Потому что было всё размыто, расплывчато. И я это ненавижу. Я не представляю, как люди с плохим зрением живут. Это так нервирует. Это так тяжело. Не, ну я представляю, конечно, линзы, очки. Там кому-то операции приходится делать. Но это очень тяжело. Просто у меня, тьфу, слава богу, очень хорошее зрение. И когда вот такие моменты бывают у меня после ресниц. Я не знаю, из-за чего это. Из-за клея, не из-за клея. Но такое бывает только в те случаи. И то не всегда. Когда мы полностью снимаем ресницы, которые были. И делаем новое наращивание. Ну, то есть где-то эта вся процедура занимает там 2 часа. 2,5 максимум. 2 часа обычно. Ну, умеется снять. Сновые сделать. Сновые, новые сделать. И вот бывает, что, наверное, из-за того, что долго. Потому что, когда мы делаем коррекцию. Коррекция максимум. Ну, у меня коррекция это полчаса, час. И ничего такого с глазами не происходит. Ты даже не успеваешь вообще очухаться. А тут еще у меня аллергия. Глаза, это, слезятся. И, понятно, все это, ну, ничего хорошего. А так я сегодня вообще спала. Что-то на ресницах дремала постоянно. Даже один момент помню. Я какой-то звук, по-моему, издала. Я помню, как мы скамилы с этого угорали. До сих пор с этого угорают. Знаете, когда ты проваливаешься в сон, но как будто не спишь. Какой дебилизм, когда ты такой лежишь. И ты такой, типа... Я с этого не и коржу. Но сегодня я никаких таких звуков не издавала. Но я, по-моему, что-то... Что-то такое я сделала. Не знаю, это я не специально сделала. Это, видимо, из-за сна какого-то там, не знаю. В общем, ладно, не будем про аллергию. Я вам не рассказала еще по поводу дедушки. Почему он приехал сейчас. И вот такой вот сюрприз. Счастливый случился в моей жизни, в нашей жизни, в жизни нашей семьи. Потому что дедушка приехал. Сюрприз этот еще заключался в том, что в Грузии началась третья волна. Там начали все закрывать. Садики, школы. Ну, то есть, какие-то села, типа города. Короче, начали закрывать. И дедушка испугался, что сейчас опять все закроют. Мы опять не увидимся. Еще не знаю сколько. И, короче, в итоге он решил, что надо поскорее прилетать. Поэтому, да. Поэтому еще он так рано прилетел. Ну, я рассказывала, что он обычно в мае прилетает. А тут, получается, он на месяц раньше прилетел. Но, дай бог, главное, что прилетел. И, в принципе, у нас уже хорошая погода. Просто будет потеплее одеваться. Да, Вивочка? Пятница, Вивина, стрижка. У меня сумасшедшая неделя. И сейчас вам расскажу, почему. У меня заканчивается страховка на машину. У меня съемки. Три штуки на этой неделе. Одна будет завтра. Завтра у меня будет просто фотосессия с фотографом. Но она в 5 часов. И еще доехать надо до студии. То есть, это не на моем районе. Это прямо где-то далеко. Съемка, значит, потом что? Мне надо поменять колеса на летнюю резину. Колеса у меня в Москве. У папы в салоне. Потом. В пятницу у Вивины стрижка. И в этот же день я хотела бы... Хотя не знаю, насколько это хорошо. Потому что стрижка, наверное, это и так стресс для маленькой собачки. Хотя она знает, что такое стрижки. Мне всегда, наоборот, говорят, какая она у вас хорошая, миленькая. Что она такая спокойная. Вообще не выпендривается. Не плачет. Ничего, нормально сидит на стрижке. Но все равно думаю, какой-то стресс. Ну, короче, не знаю. Но мне надо сделать в Вивине прививки. Вот эти вот плановые, которые каждый год надо делать. В идеале мне бы глистов ей прогнать. И еще мне надо прокапать ее от клещей. Я, понятное дело, все это не смогу сделать в одно время. Вообще-то я должна была прокапать... Сделать ей от глистов за две недели, по-моему, это надо делать до прививок. Но я не знаю. Честно, мы один раз только в Виве делали вот эту штуку, таблеточку от глистов. Я не знаю, насколько это прям надо. Потому что она у нас дома живет. Я понимаю, что, может, она там с обуви что-то понюхала, полизала. Хотя я не знаю вот про этих глистов. Короче, не знаю. Наверное, надо. Но, по-моему, можно и попозже все это сделать. И после, по-моему, можно. Короче, не знаю. Сложный момент. Просто у нас собака домашняя. Мы с ней так-то и не гуляем. Но, может, это и не от этого зависит. А, в принципе, еды мы ей никакой не даем. Чтобы она там где-то какой-то глист полизала. Не знаю. И мы вроде глистов не едим. Ну, короче. У меня в голове просто взрыв эмоций. И, получается, после прививки, только где-то через две недели, по-моему, да, Вифилис? Сколько там? Надо будет ей сделать от клещей. Потому что, как в том году, мы мучились с этими клещами. Я этого не хочу. Это был кошмар. Мы поехали на дачу. И сначала я находила у нее клещей. Доставала их. Они еще не впились. Просто я их вычесывала. Смывала еще что-то. Но ты таких маленьких не заметишь. Особенно, если они где-то на морду залезают. Типа вот здесь. А у нее тут все в волосах. И я вроде смотрю, роюсь в волосиках. И вроде все чисто. А потом у нас клещ. Ну, короче, мы с этими клещами тоже намучились. Прям то, что мне не хватало. Сидеть, выкручивать клещей. А потом одного мы пропустили. Мы уже вернулись в Москву. Пропустили одного клеща. Он огромный надулся. И я его уже обнаружила, когда мы приехали в Москву. Помыли Вивьену. Мы испугались. Мы его сначала сами пытались достать. Но мы, короче, испугались. И в итоге поехали в ветеринарную клинику. Там вытащили ей клеща. Мы сдали его в лабораторию, чтобы получить анализы его. Вообще, клещи это очень страшно. Но, слава богу, у нас все клещи были обычные. Просто какие-то лохи клещи нам попадались. Слава богу, не всякие там энцефалитные, стрёмные. Из-за которых вообще ужас. Что может быть? Поэтому надо за этим очень сильно следить. И пока не прокапаемся от клещей. Не знаю, что делать. Потому что я собираюсь на дачу поехать. Я ещё подумаю. Но, может быть, можно сначала прокапать от клещей. А потом уже уколы сделать. В общем, вы поняли, да? Что у меня просто жесть какая-то в башке. Что ещё у меня надо сделать важного? Потом у меня съёмки рабочие будут. Потом у меня ещё съёмки рабочие. Потом у меня будет встреча. А, кстати, как прошла сегодняшняя моя встреча? Ну, как сказать. Все люди разные. Что могу сказать? Всё, что касается рекламных агентств у блогеров. Я не буду нигде там ничего-то говорить, не говорить. Но просто скажу одно. Что коллектив, в котором вы работаете, это важная вещь. Есть ещё человеческий фактор. Есть ещё у всех свой характер, свои желания, свои выгоды. И человеческое какое-то отношение, адекватность. И как минимум просто юридический договор. В общем, ладно. Я не буду рассказывать всякие подробности. Всё хорошо. Всё нормально. Просто могло бы быть ещё лучше. Но завтра, послезавтра у меня будет документ на подписание. Что мы больше не работаем вместе. Что я меняю место работы, скажем так. Но это в любом случае. То есть этот момент уже две недели обсуждается у нас. Как лучше, так лучше. Это устраивает, не устраивает. Так мы разойтись не можем. Так можем. В общем, не так, чтобы типа, ой, пока, спасибо за всё большое. Всё клёво. Ну, типа, не очень-то легко всё происходит, скажем так. Но ничего страшного. Ничего страшного. Потому что в юридическом плане, по закону, я выполнила все обязательства. Я всё сделала так, как указано в договоре, прописано. И в контракте. И поэтому никаких ко мне вопросов нет. Тут уже просто какое-то человеческое отношение, наверное, выступает. Поэтому, да, встреча была недолгая. Но всё будет хорошо. Так что скоро вы увидите у меня изменения. Ну, как? Наверное, может, особо не заметить. Я просто поменяю почту. Кстати, мне её надо сейчас создать. У меня будет новая почта. Потому что, ну, другого менеджера у меня будет. Так что... Ну, я думаю, что это всё равно прикольно будет. Я обязательно во влоге тоже об этом расскажу. И как раз-таки в воскресенье мы будем это дело отмечать с новой командой. И я обязательно тоже что-нибудь поснимаю. Ну, даже если не для влога, в сториз поснимаю обязательно. И потом вставлю во влог. Потому что мы пойдём, наверное, кутить. Отмечать очень громко, думаю, будем. Потому что это прям очень хорошие новости. Так что, в принципе, вроде бы я всё рассказала, что не дорассказала в машине. Я сейчас заканчиваю этот влог. Иду в мою голову. Смываю макияж. Думаю, у нас не грязный слава бог. Чисто. В целом. В общем, надо будет только вот этот мусор со стола мне убрать. Пиццу, то, что я здесь ела. Ну, сейчас, кстати, полдвенадцатого. Я ещё много дел могу успеть. Так что, может быть, сяду за монтаж реакции. Надеюсь, что у меня на это хватит сил. Почтой займусь. Да-да-да. Пум-пум-пум. Какие ещё у меня планы на эту неделю? А, мне, кстати, завтра утром должны привезти цветок. Я заказала цветок. Кстати, за бещаные бабки. Короче, да, дел полно. Так что всё, мои хорошие. Я надеюсь, что вам понравился этот влог. Начало влога у нас было такое, типа, да, мэм, типа, я задолен, ну, я это самое. Ну, разборки питерские. Потом у нас была такая милота. И трогательные какие-то истории, моменты. Ну, короче, думаю, эмоций много разных было. И, возможно, комментарии будут даже какие-то. Ну, как-то я не знаю. Я просто чую, что будет какая-то доля негативных комментариев по поводу первой темы, которая обсуждалась в этом влоге, где мы с Кариной обсуждали вот этот выпуск Музыкалити с Валей Карнавал и Долиной, да. Не знаю, может, тут со мной не согласен, но, в принципе, если подводить итоги, я посередине где-то. Потому что я и согласна, и не согласна, и, ну, сложно. Так что вот, спасибо всем за то, что смотрели. Всех люблю, целую, внимаю. Будьте счастливы, здоровы и всем пока!